Фондер Ляйон могут не переизбрать главой Еврокомиссии, политика назвала причину. Урсула Фондер Ляйон может не сохранить свою должность главы Еврокомиссии, поскольку у нее, вероятно, будет недостаточно поддержки среди членов нового состава Европарламента, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на политика. Издание напоминает, что для переизбрания на должность главы Еврокомиссии Урсули Фондер Ляйон необходимо заручиться поддержкой квалифицированного большинства среди 27 лидеров стран Евросоюза в ходе Евросовета. Затем чиновница должна набрать по меньшей мере 361 голос в Европарламенте от 720 депутатов. Голосовать будет уже новый состав Европарламента. Согласно соцопросам, большинство мест 170 получит Европейская народная партия, которую представляет действующая глава Еврокомиссии. Политика пишет, что Фондер Ляйон необходимо будет заручиться поддержкой двух других центристских фракций – социалистов и либералов. По информации издания, хороший сценарий для главы ЙОК – получить голоса либеральной группы, обновить Европу, социалистов и демократов. Тогда она наберет 390 голосов. Журналисты уточняют, что даже если лидеры партии прикажут проголосовать за Фондер Ляйон, то есть вероятность, что более 10% депутатов либо проголосуют против, либо воздержатся. Тогда действующая глава ЙОК получит только 351 голос, чего ей не хватит. В прошлый раз Фондер Ляйон удалось получить свою должность, в частности, благодаря членам партии «Фидес», премьера Венгрии Виктора Орбана и консервативной польской партии «Право и справедливость». В этот раз, вероятно, члены этих партий не будут поддерживать ее переизбрание, поскольку она жестко их критиковала. Политика пишет, что повлиять на второй срок для Фондер Ляйон могут депутаты от итальянской партии «Братья Италии», в которую входит премьер Италии Джорджо Мелани. Но в этом году партия, вероятно, получит только 23 места в Европарламенте. При этом социалисты и демократы «обновить Европу» и «зеленые» пообещали не голосовать, пообещали не поддерживать Фондер Ляйон, если она заключит какое-либо соглашение с депутатами Мелани. Что предшествовало? Напомним, 7 марта Урсула Фондер Ляйон стала кандидатом на должность главы Еврокомиссии. Она может остаться на второй срок, кандидатуру Фондер Ляйон поддержали на съезде Европейской Народной Партии. Она набрала 400 голосов, 89 делегатов были против, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.